В промежуточных выборах в США участвует рекордное количество представителей ЛГБТ и тех, кто активно выступает за права секс-меньшинств. По данным фонда Victory Fund, поддерживающего ЛГБТ-кандидатов, в нынешней кампании приняло участие 618 представителей секс-меньшинств. Имена 399 из них появятся на избирательных бюллетенях 6 ноября. А крупнейшая в США правозащитная ЛГБТ-организация Human Rights Campaign, кампания за права человека, выступила с официальной поддержкой более чем 460 кандидатов. На каждых выборах мы поддерживаем кандидатов, которые выступают за права ЛГБТ. И мы продолжаем поддерживать их после того, как они занимают места в собраниях штата, городских собраниях и в Конгрессе. Многие из этих кандидатов представители ЛГБТ, однако большинство это наши союзники, которые поддержат нас, проголосуют за антидискриминационное законодательство. Именно таким образом мы добились изменений в пользу ЛГБТ за последние пару десятилетий. На выборах сенатора в Конгресс от штата Аризона почти равные шансы на победу имеют республиканка Марта Максали и демократ Кирстен Синема. В 98 случаях Марта поддерживает инициативы своей партии президента, что, по моему мнению, демонстрирует тот факт, что она не желает работать на благо Аризоны. Если на выборах победит Синема, то она станет первой бисексуальной женщиной, избранной в Сенат США и второй в истории представительниц ЛГБТ. Первой же стала Тэмми Болдуин из Висконсина, которая в 2016 году произвела эффект разорвавшейся бомбы, став первой лесбиянкой, избранной в Сенат США. Вероятность того, что Болдуин будет переизбрана на второй срок, очень высока. По данным последних социологических опросов, она опережает своего соперника из республиканской партии в среднем на 10%. Свой политический вес в поддержку Болдуин бросили и экс-президент Барак Обама, и бывший вице-президент Джо Байден. На второй срок переизбирается и губернатор штата Орегон Кейт Браун, которая в 2015 году стала первым губернатором-бисексуалом в США. В опросах Браун опережает своего оппонента Нута Буллера на 4%. Без сомнений, избрание Дональда Трампа побудило многих людей к действию, послужило напоминанием того, что нам нужно проделать еще много работы. Показало нам, насколько прогресс является бесценным, насколько предрассудки и предубеждения по-прежнему широко распространены, особенно в политике. Пристальное внимание приковано к предвыборной гонке в Нью-Гемшире. Там, по данным последних опросов, в лидерах на пост конгрессмена является предприниматель Крис Папас. Ажиотаж вокруг его компании вызван тем, что Папас является открытым геем, а в его компании принимает активное участие актер Алик Болдуин. В соседнем с Нью-Гемширом штате Вермонте в губернаторы баллотируется трансгендер Кристен Холвис. А Джерид Полис из Колорадо вполне может стать первым в истории открытым геем-губернатором. По данным последних опросов, он уверенно опережает своего соперника-республиканца на 6,5%. На стороне Полиса активно выступает сенатор Берни Сандерс. Множество ЛГБТ-кандидатов участвуют на местных выборах. Так, Нинки Антонио может стать первым ЛГБТ-сенатором Багайо, а Нельсон Араио первым геем-госсекретарем штата Невада. Максим Москальков, Сергей Соколов, Вашингтон. Продолжение следует... Продолжение следует...